Привет, друзья! Мы с Анной Вороной! Да, так что вот красавица! Я на всякий случай картину вам показываю, чтобы вы видели. Краски мне привезут, и мы там доделаем. Вы давайте советы там. Может быть, там надо поправить руки, глаза, губы немножко по-другому. Но как раз-таки рядом эталон гармонии. Вот как раз-таки Анна сидит. Я на неё погляжу и потом посмотрю. Ну, это мужик. Это мужик на всякий случай. Анечка, давай свои вопросы. Добрый вечер. Сегодня я хотела бы осветить тему, о которой говорят сейчас все. Все? Ну что же они такое говорят? Всем интересен секрет визуализации. Собственно говоря, люди разделились опять-таки у нас на два лагеря. Одни коучи, многие известные психотерапевты. Громче говори. Да, говорят, вам нужно только представить. Вам нужно только представить, и вот это произойдёт. Другие вообще говорят, что это не работает, и надо трудиться в поте лица, просто день и ночь работая, чтобы хоть как-то свои желания привести под общий знаменатель. Всё-таки, чтобы у людей не было путаницы, потому что очень много техник разных, хочется узнать, что же такое визуализация, и как она действительно работает, если мы это всё как-то там себе можем представить. Во-первых, надо понять, что людей много, и каждый может понимать под словом «визуализация» что-то своё. Например, мне одна дама писала, а я пытаюсь визуализировать, и у меня ничего не получается. Я её спросил, а что вы под этим подразумеваете? Оказывается, она имела в виду прямо как фотографию, до пупырышек, до точечек, визуализация. Она имела в виду прямо так представить себе, так ярко. Я говорю, да нет, не обязательно достаточно образно-смысловую картину какую-то. Вот я, например, тоже, если буду представлять, что у меня в ладошке роза, и буду очень сосредоточиться, она будет всё время исчезать. А когда я, например, о чём-то думаю, вот я вспомнил, как я ходил там по палисаднику и розы там смотрел, она у меня моментально возникает. А когда я пытаюсь сосредоточиться на этом, она пропадает. Поэтому речь идёт не о конкретной картинке, которую вы себе представляете, а образно-смысловой портрет. Это язык внутренней речи. Это язык тот, на котором вы обычно мыслите, когда о чём-то мыслите, и вы там какие-то ассоциации образные имеете в виду. Это язык внутренней речи. Имеется в виду, когда вы хорошо понимаете, что вы хотите, У вас определённым образом потом производится действие, а это действие приносит результаты. А не потому, что я лежу, например, на диване и думаю, что я завтра хочу в космос улететь, и полетел завтра в космос. Но это же, конечно, бездействия не может быть. А зачем же тогда визуализация? Визуализация для того, чтобы, когда мы об этом мечтаем, когда мы об этом думаем, Мы потом в реальности из этого разнообразия обращаем внимание на что-то, обращаем больше внимания, Фокусируемся и поступки, соответственно, этим мечтаниям совершаем. Это первое. Второе. Великий изобретатель Тесла входил в состояние, в котором изобретал свои изобретения великие по электрогенератору, всевозможные. Вот он визуализировал. Что имеется в виду? Он в этом состоянии особым, которому мы учим в школе Человек будущего, в этом состоянии воображал, воображал свое изобретение. Вот этот, допустим, генератор, как там колесики, винтики, как они работают, эти зубчатые колесики, как крутятся, как там ток идет. Он это воображал, то есть визуализировал, настолько хорошо воображал, что потом он создавал изобретение. Почему он делал это в особом состоянии измененного сознания? А там ему ничто, никто не мешал. Там у него отключались все страхи, комплексы, стереотипы, шаблоны мышления, он освобождался. Но это нулевое состояние, оно отключает, и потом он, когда начинал воображать, как работает его будущий генератор, это такое состояние, это, можно сказать, оптимальное состояние для идеальных решений. Но это состояние между основным и будущим, нулевом состоянии, как таковом, там пустая голова, а когда направлено на решение задачи, это уже получается поток. Поточное мышление, свободное, творческое, от шаблонов всяких, и он проникал в истину, изобретал. Главное научиться управлять своим состоянием, что мы и делаем в школе «Человек будущего». Тоже такое визуализация. А такого не бывает, что я намечтал себе что-то, просто мечтал, и без всяких поступков оно произошло. Такого не бывает. Тогда следующий вопрос, исходящий из вашего ответа. По поводу страха, да? Такой страшный страх, я тоже об этом писала недавно в своем аккаунте. Почему страх людей парализует? Откуда это берется, и как с этим нужно бороться? Ну, потому что страх – это очень высокое напряжение, и сразу включается инстинкт самосохранения. При высоком напряжении мы же думать не можем, у нас включается инстинкт самосохранения, а там инстинктивно у нас раскрывается несколько программ всего. Это оцепеней. Почему страх вызывает то, что ты, вот, например, машина едет, фары сверкнули, и ты вместо того, чтобы сдвинуться в сторону, ты оцепенел, и она на тебя наехала. А я петуха маленького брал, когда дети мои, Олены Шейлы, были еще совсем маленькие, на их глазах петуха резко поворачивал, а потом медленно-медленно руки убирал, и петух застывший, вот так лапками там, да, и дети мои смотрели. Вот Олены Шейлы, помню, через много лет потом, гретки я внучке показывал, тоже петуха, как я его гипнотизирую, она маленькая была. А между этими фотографиями много-много лет, а петух, конечно, уже другой был. Кстати, я тебе хочу сказать, петуха-то я не сам поймал, я за ним бегал, бегал по огороду, поймать не мог, мне бабушка подошла, говорит, что ты бегаешь, я говорю, петуха хочу. Она раз его спокойно взяла и мне дала, и я его гипнотизировал. Но он застыл, потому что в инстинкте самосохранения, когда страх, у нас включается или бей, беги, или застынь. Это торможение корковой функции, это имеет смысл биологический, потому что очень многие животные, спасаясь во избежание хищника, они застывали. Застывали, затормаживались в эволюции развития живого. Это их как-то, их хищник видит, что там лежит, что-то не двигается, и проходил мимо. Но вопрос в этом, что, а для некоторых это было погибелью ихней. Да, их не погибелью, потому что застывало не там, где надо, понимаешь? Ну, поэтому всё так очень сложно, не так просто. Ну, как Павлов говорил, торможение и возбуждение, и ньянь, как говорят. Иногда у нас торможение происходит при очень остром стрессе, иногда идёт расслабление, да, ну вот, например, известный случай, когда мать, спасая ребёнка, на пике большого стресса, боясь за ребёнка, страх, страх, не застыла, не оцепенела, а вытащила ребёнка, вагонетку тяжёлую сдвинула, спасая ребёнка, чтобы потом пять мужиков вагонетку на место не могли поставить. Значит, стресс, страх может как отключить волю человека, так и мобилизовать её. Вот так что это интересные вещи, да. Очень интересно. Давай вопрос. Теперь хотелось бы затронуть тему, это так вот модно, да, сейчас мы говорим о том, что в тренде, скажем. Все вещают про состояние потока. Улыбайтесь, просыпайтесь, дышите глубоко, радуйтесь, там, и вы будьте как дети, но при современном темпе, тем более жизни в мегаполисе, у нас существует ряд проблем. У каждого человека есть свои какие-то потребности, вопросы, задачи, которые нужно решать. Нужно ли в этом состоянии потока находиться? Я не понимаю, вот есть поток тоже, надо каждый раз разбираться, что человек под этим подразумевает. Например, человек говорит, я в потоке, что он под этим подразумевает? Есть классическое понятие поток, это Чиксен Михаи, профессор венгерского происхождения, американец, живущий в Америке, преподающий там в большом университете, создал теорию потока. Написал много книг, в интернете, пожалуйста, посмотрите, Чиксент Михаи «Поток». Там, где он в черной курточке выступает, очень хороший доклад о потоке, поточное состояние. Когда композитор, например, попал в поток, занимаясь любимым делом, настолько сфокусирован, что попал в поток, и музыка прямо льется, и он прямо чувствует, как ему льется эта музыка, ему остается только ноты записывать, или другое, когда в ажиотажном состоянии, в потоке выступление произойдет. Это поток. Когда природа тебе помогает, ты попал в струю, как планер, восходящий поток, без моторов парит, потому что он в поток попадает. То же самое и состояние человека. Когда он мыслит, когда ученый сильно сосредоточился, он может попасть в поток, и в формулу «сами у меня в голове возникают, идеи сами идут». Это поточное состояние. Но это стало модным, как ты говоришь, тренд, да? И все стали по разным случаям это употреблять, и поэтому каждый раз надо спрашивать, а что вы под этим подразумеваете? Ты в данном случае вот о чем говоришь? — Я подразумеваю о том, что находиться только всегда на такой, как говорится, на высокой вибрации. Всегда улыбаться, не давать себе грустить, даже если там что-то плохое случилось, не давать себе негативных никаких эмоций и так далее. — Все зависит от того, насильно ты это над собой делаешь. Вот тебе плохо, а ты знаешь, что надо быть на хорошем состоянии, на вибрации, как ты говоришь. Называешь это потоком, и при этом что ты делаешь? Вспоминаешь что-то приятное, что тебя включит в это хорошее состояние. Там о цветах думаешь, песню вспоминаешь, о деске анекдоты слушаешь или любимым делом занимаешься. Или просто вбиваешь себе в голову, надо улыбаться, чтобы был, не было. Насильно ничего делать нельзя над собой. Поэтому надо научиться находить это состояние. Надо научиться трансформировать стрессовое состояние в райское состояние. Ну, это же мы в райской группе обучаемся этому. — Я хотела бы еще спросить, у вас есть книга «Национальная идея России. Генератор будущего». — Да, и моя картина там, кстати говоря, «Ангел трубач». Да, «Ангел трубач». Хорошая картина. — Там есть такой момент, если все так просто, да, почему люди всегда все пытаются усложнить? — Усложнить, но потому что мозг так работает. — Почему у нас мозг так работает? — Почему мы не идем по самому, как сказать, по пути наименьшего сопротивления? Всегда строим себе сами вот эти заборы? — Ну, все просто. Например, все гениальные изобретения, они же по сути простые. Ну, потому что природа простая, и поэтому все просто, да. Но дело в том, что это настолько просто, что поэтому и в голову не приходит. Потому что мозг наш так работает шаблонированно. То есть очень много у нас шаблонов, стереотипов, которые мешают нам ясно мыслить. Поэтому есть целый путь такой в буддизме, просветление, например. Ну, кстати, не только в буддизме, а вообще все методики такие по самосовершенствованию, о том, как прояснить себе голову, как видеть картину мира целиком, а не сегментами. Потому что, действительно, когда ты в хорошем состоянии, когда ты, вот это напряжение у тебя не превалирует над тем нормой. Вот, кстати говоря, в следующий раз мы тебе в Инстаграме градусник напряжения покажем, как индикатор. И, значит, там, когда напряжение нормальное, когда ты в балансе, ты можешь видеть картину мира целиком. А когда ты напрягаешься, у тебя внимание начинает фокусироваться. И ты ее делишь по частям, по сегментам. И вот люди часто, которые находятся в стрессе, они не видят картину целиком. Ну, как он может видеть картину целиком, если у него острая боль, например, в спине или нога болит? Он только об этом и думает, как он может видеть картину целиком. Поэтому, чтобы видеть картину мира целиком, надо самому быть целостным. Надо быть в гармонии с собой, чтобы у тебя эмоции, мысли и тело были в согласии. Для этого метод ключ, чтобы снять лишнее напряжение и держать его на уровне. То есть помочь гомеостазу. Это очень интересный вопрос, ты затеялась. Спасибо. Потому что на самом деле, да, на самом деле организм и гомеостаз – это автоматическое поддержание баланса. Вопреки всем изменениям. Но он иногда автомат, биоавтомат организма, который выработан миллионами лет эволюции, он иногда дает сбои. Ну вот, например, ты поднимаешься на гору, автомат работает у тебя, у тебя дыхание ускоряется, сердце ускоряется, но иногда дает сбои. Вдруг у тебя дышка пошла. Ну, значит, где-то там нет согласования между психическими, физиологическими процессами и тем маршрутом на гору, который ты делаешь. Нет гармонии. Значит, поэтому, если ты занимаешься синхрогимнастикой дома, хотя бы поминутной, ты все время у себя настраиваешь организм, чтобы в любых измененных ситуациях у тебя быстрая адаптация происходила. То есть я это называю автомат, биоавтомат, управление уже в свои собственные руки. Как и летчики летят на автопилоте, а иногда надо подключиться и самому штурвалу, да, регулировать уже. Хасан Гаминович, а есть разница, например, делать упражнение по методу ключ, проснувшись или наоборот, засыпая перед сном? Во-первых, если ты, допустим, несколько недель занимаешься подбором приемов, путем перебора, наполняешь эту классическую синхрогимнастику из пяти упражнений своими дополнительными индивидуальными приемами, в процессе этого пути у тебя вырабатываются навыки. И просыпаясь, ты можешь даже уже не делать упражнения. Тебе достаточно подумать о хорошем настроении, у тебя хорошее настроение. Тогда о том, о чем ты говоришь. Поточное, как ты говоришь, радостное настроение. И засыпая. То есть эти упражнения нужны на время выработки навыков. Потом ты хоть в самолете летишь, вспомнила, как ты их дома делала, и у тебя уже хорошее состояние. Я столько людей научил летать на самолете, которые боялись раньше. Там же они не будут упражнения делать, правильно? Или на работе, например. Ты там работаешь, ты же при всех не будешь делать упражнения. Я лыжника делала. А, лыжника ты пока... Ты сказала, мне очень помогает. Ну, кому какое упражнение подбирает себе, да, еще ты можешь подобрать себе много. Я тебе в райской группе твоей, там в инстаграме. Я вообще хочу сказать насчет райской группы вообще. Вот мне сейчас человек пять уже позвонили. Хочу именно в райскую группу. Я хочу напомнить, друзья, вы все это можете брать бесплатно. Бесплатно в роликах моих это все есть. Райская группа это немножко другое. Это когда человек хочет, чтобы я с ним индивидуально его сопровождал. Он над чем-то работает, у него какой-то проект, ну, какой-то, независимо от того, в какой области деятельности. А я его сопровождаю индивидуально. Это другое совсем. Но этот же материал вы можете бесплатно брать и пользоваться. Ну, кто же вам мешает? Райская группа там дорогая. Почему? Потому что человек хочет, чтобы я с ним персонально работал и не один раз посвящал это время. Ну, вы же сами понимаете. Я же не могу бросить все дела и только этим заниматься. Поэтому там немного людей, а только именно, которые хотят персонального, ну, как раньше говорили, наставник. Индивидуальных, гуру, ментор, как это, мастер, ну, как-то разные названия, да. Ну, чтобы вы понимали, вы можете брать все бесплатно. Райская группа, тем более, что требует, прежде чем я туда мог пригласить человека, короткой беседы, чтобы я видел, чего он хочет, правильно ли он понимает, что там делает. Вот это индивидуальное сопровождение мое. Это немножко разные вещи. Так, ну, я это сказал. Походу, чтобы люди поняли, может, действительно кому-то это очень важно, нужно, ну, пожалуйста. А так, случайно услышав райская группа, игра в Бога. Я, я хочу, я тоже хочу, да. Ну, бери бесплатно, кто тебе мешает, так. Многие берут, кстати, и получается. Но некоторые, как мы вот в прошлый раз разговаривали, да, самый действенный способ это заплатить и все по полочкам себе разложить. Ну, это у кого какая настроенность, кто как. У меня там есть несколько человек, очень-очень даже такие, вот, они у них свои проекты, они двигаются, двигаются, да. И они сейчас нас будут слышать, и мы помашем, да. Я тоже могу тут помахать. Да, ты тоже, поскольку ты в этой группе, да. У меня еще один вопрос. Вот вроде бы все взрослые люди, да, все осознанные, у всех там семья, работа и так далее, профессия. Почему люди не понимают, что чтобы к чему-то прийти, к хорошему, да, к результату, нужно делать это постоянно. Это как входить в спортзал, чтобы добиться пресса, да. Нужно много-много раз подходить к снаряду или выполнять определенные упражнения, чтобы проявились мышцы. Почему люди считают, что и как раз-таки многие идут не в те марафоны, не в то обучение, где говорят там два прихлопа, три притопа, вот воздушный шарик отпустите, подумайте, представьте, а, все сбылось. Но не бывает. Вот я понимаю, что женщины особенно очень любят слово регулярность, да, иначе ничего не добьешься. Постоянство, иначе ничего не получишь. Дисциплина, они очень это любят, ну, потому что там есть какие-то факторы надежности. Да, с другой стороны, с другой стороны, если человека с детства этому не научить, зубы чистить, например, руки мыть, никогда ты в взрослом состоянии ему эти навыки не дашь. Это сколько же надо будет с ним мучиться, чтобы он постоянно напоминать ему, не забыть руки помыть, не забыть. Нет, это дело воспитания. Это не как собак Павлова, да? Да, конечно, ну, конечно, почему здесь дети пытаются напичкать знаниями, умениями, навыками, чтобы они потом на автомате это делали, ну, родители стараются как можно больше в ребёнка заложить. Потому что даже учить иностранный язык, когда тебе уже 60 лет, уже трудно. Конечно, да. Вот что касается регулярности. Во-вторых, ничего нельзя делать регулярно, я просто хочу сказать. Вот обычная физкультура, да, у неё есть ошибка, говорит, надо регулярно, регулярно. Нет, надо делать с маленькими перерывами, потому что ты делаешь физкультуру, у тебя эндорфин вместо адреналина, включился, у тебя прекрасное радостное настроение. Ты второй день делаешь эту новую физкультуру для себя, третий день делаешь, и уже вот такой вспышки нет. А чтобы она всё время тебя постоянно поддерживала, значит, надо делать её не постоянно, то есть надо делать перерывчики маленькие. Вот как у нас в синхрогимнастике, у нас упражнение всё по минутке, например, а издробная синхрогимнастика вообще посекундная. Я это давно вычислил, вот эту ошибку физкультуры. Поэтому слово регулярное, постоянное надо тоже правильно понимать, к чему это относится. И вот когда человек, например, постоянно пользуется любой физкультурой, ну, время от времени делает там перерывы, или обновляя упражнение, вот два пути есть, или обновляя упражнение, он тогда постоянно будет чувствовать себя в хорошем состоянии. Ну, это нюансы, это как раз-таки любой тренер хороший, всегда индивидуально подбирает для своего питомца именно тот режим дня, тот с ним согласован, раз-таки урон, упражнения, а не так, что вот вам стереотип делайте постоянно, и у вас будет счастье, но так не бывает. Поэтому мы перешли от вот такого эталончика к индивидуальному подходу. Миллионы людей, физкультура, а как сделать так, чтобы она была подходящей для каждого? И мы даем критерий для индивидуального подбора. Бери этот критерий из миллиона упражнений по этому критерию, подбирай себе тот, который тебе подходит, как рубашка к телу. Да, этот критерий очень простой. Это подбирай себе то, что тебе проще всего и приятнее всего. Нас никогда этому не учили. Это я первый раз в жизни объявил в мире о том, что критерий индивидуального подбора, это как примерка туфли в магазине, не должно жать. То есть ты должен делать эти упражнения. Вот берешь любые йоговские, цигун, спиральная гимнастика, чего только нету, подбирай оттуда себе упражнения по критерию максимальной простоты и комфортности. И это путь к себе, путь к свободе. Нас никогда этого не учили. Нас всегда учили преодолевать. Преодолевать. Но для того, чтобы ты мог преодолевать, побеждать, для тебя нужны силы. А чтобы эти силы у тебя были, вот это как раз таки надо делать, вот эту сикрогимнастику по методу ключ. Именно по критерию максимальной комфортности. Как и люди живут. Они всегда выбирают то, что им приятнее. Они не будут себе выбирать. Просто они не осознают. Потому что их иногда заставляют делать то, что им неприятно. Неприятно, да. А чтобы восстановиться, набрать силы, чтобы в жизни быть крепким, сильным, волевым, упорным, тогда надо вот эту жизнь сопровождать вот этим участком райской жизни, чтобы набирать силы для этой жизни. Как я сказал, хорошо. Сказали, мне кажется, у нас вообще сегодня потрясающая, очень информативная беседа вышла. И наконец-то мы развеяли все мифы о том, что просто вот мы будем мечтать о розовых слониках, и завтра отправимся там ей за вместе. Не, ну это бывает. Девушка мечтает, например, какого она хочет мужа, и рисует себе в голове. Вот он должен быть рыженький, с конопушечками, на Чубайса похож, чтобы бабки пришли. Я шутник, я шутник, все знают. И раз встретила его по дороге. Почему встретила? Ну потому что совпало с ее образом миллионера. Совпало. Да, и она вышла за него замуж, а он, оказывается, совсем другой. А он просто мимо шел. А вы сами себе нарисовали. Да, сами себе нарисовали, совпало, а потом оказалось все по-другому, да. Как же сделать так, чтобы оказалось все как надо? Вот чтобы раньше... Сейчас все девочки просто сделали погромче. Давай мы в следующий раз это специально... Я могу по своему опыту, у меня же 70 лет, извините. Я много девушек знаю, я много знаю их мужей, я знаю, как семьи складывались, как судьбы происходили. Мы можем в следующий раз прямо даже можем в зуб выйти, всех пригласить. Давайте поговорим, как строить личные отношения, гармонию, чтобы счастье было, чтобы вас по вашему заказу, чтобы вас еще и звезды поженили. Классно. Классно, да? Да. Спасибо, друзья. Спасибо. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok